Уже 9 лет с того дня, когда многие выступающие на похоронах сказали «С потерей Илюши Акилова стала потеря тысячами людей, кого он помнил». До сегодняшнего дня это больно, как внезапно наш Папа покинул Эдмир без никакой тяжелой болезни. Но с другой стороны, как мой братишка сказал только что, среди народа, побыв, видев, как люди страдают в госпиталях, мы понимаем, что наш Папа был святой человек. Я сегодня ваше время долго брать не буду, но один день мой Папа должен был ездить на поминки. И я был в Ешиве, он звонит моей супруге. Наталья Моя жена едет. Оказывается, первый раз, когда он позвонил, моя жена не ответила. Он звонит моему старшему брату. Старший брат тоже вовремя телефон не подал, второму звонил. И вот так, в шесть-десять, пять машин стоят. Мой Папа стоит и думает, на какую сесть. Хай садится с моей женой, иногда с ними, с другими, так было очень много раз. И один день мой вопрос. Я не задал мне жизнь. Он говорит, Папа, что вы 30-х год назад? Он говорит, что вы не знаете, что вы знаете. Он говорит, что вы не знаете, что вы знаете. Он говорит, что вы, какая? Взял точка. Иногда бывает, что люди берут поминки, свадьбы, бар митвы и внуки отказывают. У моего папы такого не было. Он взял, он должен был там быть. Почему? Но это сегодняшняя параша, которая начинается. Что обещал, что у тебя святое не делай его не святым. Что это значит, что святое не делай его не святым? Потом что говорится? Все, что ты в суставы носишь, должен делать. Это простой ответ. Говорит хида глубокая. Он говорит, что у тебя сорта выходит, будет сделано. Ты видишь, что кто-то болеет, ты скажешь, я говорю, 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 я говорю. Почему? Потому что ты человек, кто следит за своим ртом. Один день. Это написано, гамаратанит, страница 5. Молодая девочка идет к речку пить воду. Дорога подняла, она спотыкается и падает в эту речку, в колодец. В колодец падает, приходит молодая парень и говорит, ааа, не могли? Я говорю, я тебя вынесу, но ты мне должна дать обещание. Что обещание? Что ты будешь моя супруга. Она говорит, обещаю. Мы хоть поднимаем его, видит красивая девочка, он говорит, слушай. Войга опущай, не пойдет, надо свидетель, что были. Что будут свидетели? Нахай, нахай, никого нету. Кто свидетель? Он одного убирает, она одного убирает. Видит один как ракун, хунда, большая такая мучка бегает. Он говорит, вот этот ракун, наш свидетель. Она что говорит, вот этот колодец наш свидетель. Хай, что становится? Тогда ему было где-то 13 лет, ей было 12 лет. Они выросли, 22-23 года, каждому 24-25. Она видит, он не приходит. Он говорит, что я как будто больная, я буду его ждать. А он полностью ее забыл. С его отцом советовал с этим, советовал с третьим, советовался видеть красивую девочку, на другой девочке женится. Всевышний Басол Баруар, первый сын. Второго сына. Два сына дает. Сыну 3-4 года. Один с ним бежит, падает в колодец, умирает. Второго сына ракун кусает, умирает. Она сидит с ним за столом. Говорит, слушай, давай посидим, поговорим. Таарад мишпаха, чистота еврейской семьи, мы соблюдаем. Кашрут, мы соблюдаем. Шапат, мы соблюдаем. Лашонарад, соблюдаем. Песах, шавот, соблюдаем. Почему у нас такая проблема? Он сидит, сидит и говорит, или, говорит, я говорю, а? Я, говорят, имел недор, что я должен был на одной девочке жениться. Я забыл. У нас были два свидетеля. Один из них был колодец, одна из них была. Был ракун. Из-за этого ракун этого сына укусил. И второй ребенок упал в колодец. Но она и думала. Она говорит, знаешь, что я тебя прошу. Хатарад не дарим. Пошли, дай мне гет. Я радостный, ты радостный. Без никакой гал. Я выйду за другого человека замуж. Ты жени, знатой, кого ты нашел. Хай, она выходит замуж за другого, а он ищет эту девочку. Ты охотник. У вас на сегодняшний день. Он ищет эту девочку. Я собираюсь и знаешь, что они не знают. И они не знают. Они не знают. Они не знают. Продолжение следует...